Это какая-то схема, значит, мы с Николаем Сергеевичем и Ярославом Аркадьевичем, а можно истирать? Значит, ездили в город Ленинград, Петербург, как хотите его называть, и снимали очень долгое время, несколько дней кино. Дня три снимали с утра до вечера. Нам кино это не дали, зажали и зажилили. Значит, что мы с Келлиным сейчас нарисовали? Условно говоря, кто был в Питере? Это так называемый официально, как написано у Пушкина, Наполеонов. Наполеонов. Ты имеешь в виду, что он имел в виду этот столб или другой? Столб. Значит, Пушкин эту штуку называл, которая стоит на Дорзовой площади, Наполеонов Столб. Не Александрийский? Почитайте его тексты. Наполеонов Столба. Ты имел в виду, он именно этот столб имел в виду или нет? Именно он. Откуда ты знаешь? Ну, нет, ну это я понимаю, я понимаю. Я понимаю. Да нет, нет, нет. Значит, называют сейчас «Александр Гречевская колонна». Но у Пушкина и у всех остальных эта штука называлась «Наполеонов Столб». С буквой «П». С буквой «П», разумеется. А вот недавно произошла сенсация… Секундочку. Кто-то там себе памятник воздвиг нерукотворный, незарастающая травма и так далее. Так вот, в каких вариантах Наполеонов Столб? Там Александр Гречевский столб? Конечно, я стихотворец, что ли. Я не помню точную цитату насчет Наполеонов Столба. Но я вам точно скажу, что в оригинале было не Александр Гречевского столба, а именно Наполеонов Столба. Это правда? А потом это замазали, закрасили краской и так далее. Вот. Значит, Наполеонов… Нет. Ха! 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 Ну давайте, я сейчас перейду к сенсации, а вы не даете мне сказать её. Значит, как ни странно, если кто-то читал… Был такой писатель, какой-то мелкий писатель по фамилии Лёв Николаевич Толстой. Вот. Он же боготворил вот этого Наполеона. Вот почитайте его там, так называемый военный мир и прочее, там полкнижки посвящено. Наполеона в России боготворили. И ты меня прости. Ты, Наполеон, ты Россию как бы пришёл завоёвывать. А он пришёл в гости приглашённый. Ну, Стамбуль об этом подробно рассказал. Давай эту тему я отодвину. Я её, конечно, очень долго могу раскрывать. Ты только запомни цитату из «Войны и мира». Какая там была смерть в устах Наполеона, когда он смотрел на Андрея Балконского? Это я не понял. Вот прекрасная смерть. Прости меня, пожалуйста. Александр с Наполеоном, оказывается, были родственниками. Причём не очень далёкими, а типа троюродные братья. Коля, а можешь не перебивать, да? Значит, почему у них этот же самый Наполеон пошёл в Вильно? В Вильно у них должна была встреча с Наполеоном. А Александр туда не пришёл. Он его просто подставил, грубо говоря. Ну, Наполеон идёт этой несчастной смоленской дороге, в которой вот, ну вот, она грунтовая, естественно, двухполосная. У него там 500-тысячная армия. Армия Барклая, Детоли и Багратиона – это были группы сопровождения. Они сопровождали вот эту самую армию Наполеона, потому что нищие, бедные казаки, которые жили в России, они просто грабили эту армию. Они на них нападали. Ну, я не знаю, у них там виллы были или что-то такое прочее. Эти идут, богатые французы, а они их просто грабят. Ты опять всё спутал. У казаков не было виллы, у них сабли были. Ну, чем хуже. Ну, чем хуже, чем хуже. В общем, ну, подождите, я сейчас хочу дойти до этого, вы не даёте. Ну, в общем, армия, ну, я хочу дойти до этого, столпа вы не даёте. Почему? Значит, армия Барклая, Детоли и Багратиона, они были защитниками французов. Они нападающие на них. Вы посмотрите любую историю, вы это сами увидите. Почему мы все со школьницами знаем, что приходит Наполеон в Москву и ждёт, когда ему на подушечке принесут ключи? Потому что его пригласили сюда. А ключи не приносят. А почему? А потому что Москву уже успели сжечь. Генерал Ростопчин или там командовал этим делом. Значит, понятно, что у них своих людей жить не могли. И, значит, все люди из Москвы нормальные люди. Вроде тебя, Андрей, да. Если извини, Петру, процедурный вопрос. Холя, а почему я перебиваю сейчас? Процедурный вопрос, извини. Хорошо. У меня нету текста. Ещё будет продолжаться эта лобода. А, лобода, я обхожу, всё. Да. Ты чем-то не согласен? Садись сюда. И, может быть, я... Нет, а может, я закончу? Если, если будет. Ты никогда не закончишь. Я могу сказать, короче, что ты... Тогда, Коля, пожалуйста, сядь, пожалуйста. Или я бы сюда не приду никогда. Я сижу. Да. Сейчас происходит совмещение... Саша. Саша. ...тем, которая действительно обещает... Я говорю, вот... ...интересный. Игист проходится по тем около источников, среди которых... Коля, ну давай, ты... Когда... Коля, ты можешь мне хоть что-нибудь сказать? Считается Екатериной Второй. Хорошо. Я закончу. Хорошо. Вера, ты хочешь послушать, что я говорю? Конечно, интересно. А Коля не хочет. Ну, Коля хочет восстановить... Ну, сделай ему какой-нибудь... Коля хочет, чтобы был художественный фильм. Ну, не знаю. Да, вот... Коля, ты можешь не встревать, а? У меня, вот видишь, на ней нет бумажки. Тебе еще три минуты. Коля, слушай, пошел ты домой, а вообще... Лесом иди. Лесом. Вообще грязнуки... Ну, хорошо. Вот этот Наполеонов столб, который стоит в Питере, мне буквально вчера или позавчера звонят ребята из Питера, и они сделали рентгеновские съемки. Оказалось, что мы жутко лопухнулись, Саша. Значит, мы снимали кино в Питере и говорили о том, что вот этот Наполеонов столб, Александрийский, это монолит, который сделал купец Суханов. И Довиденко об этом говорил, и картины об этом есть. Значит, якобы они из гранита сделали вот эту штуку. Значит, он стоит без этого самого, без фундамента, стоит за счет собственного веса. Стали фотографировать в рентгене. Оказалось, что он сделан из кирпича. Из кирпича сделан. И полный из кирпича. Но это давно говорил. А, ты это знал, что ли? Ну, я не знал, да. Ну, в общем, намечивали лапшу. Нет, мы говорили, вот этот купец Суханов, такой супер-пупер мастер, мог из монолита выкачивать такие штуки. В общем, да. Оказалось, что вся эта рунда сделана из кирпича. То есть, подожди, у тебя какие-то ребята содрали штукатурку и сказали, что это история? Нет, мне просто позвонили. Ну, а кто они такие, что они? А я что-то, я вот не знаю, я не понял. Вот я, кстати, могу вспомнить, как эта информация ко мне пришла, я могу ее все найти. Я звонил Довиденко вчера, Игорь Владимирович, а вы знаете, что тут ваша любимая монолитная колонна, это просто пожарная колонча, которую обложили вот этой сам, как называется, облицовкой, под грани... Коля, ты можешь посидеть немножко? Ну, хорошо, ну стой. Значит, они сделали вот эту самую бетафорию. Вот как сделал этот сам. А все колонны не полые в Питере? Они из дерева, или, опять же, они там кирпичные, и там еще другие что-то осталось? Нет, значит, и тогда выясняется, что, скорее всего, вот эти несчастные колонны Исааковского собора тоже, возможно, сделаны из кирпича. Они с кирпичами сделаны. А с чего? Они просто полые, им все. Ну, полые, ну... Это меня, это меня не волнует. Полые, из кирпича и прочее. Ну, Юр, меня не волнует, это технология, честно говоря, меня просто бесит то, что нас, просто, что нас держали за... все время за дураку. Вот это меня волнует. А вот конкретно? Ну, я еще не дошел. Вот, значит... Эти таинственные люди, которые просветили рентгеном колонну, стоящую в стратегическом месте Питера, а не как, из ФСБ... Коля, 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 ты задаешь вопросы, которые меня самого интересуют. Значит, я не знаю... Да. Ты передаешь... Я... Да. Нет. Нет, я... А одна гражданка говорит, что Александрийская колонна... Наполеоновская... 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 Ну, можно, Коля, я дальше поговорю? То есть ты не будешь сегодня приводить источники этой информации? Можно я отвечу сразу? Давай. Я их не знаю. Я сам хочу узнать, как эти ребята это сняли. А чё ты хлопаешь? Кто это ребёнок? Я не знаю, так... Я не... Они буквально вчера мне позвонили. Что, я буду делать расследование? Коля... Эдруск... Валентина Ивановна... Нет, это не Эдруск. Коля, ты можешь сесть, а? Ты задаешь вопросы, не относящиеся к делу. Кстати, все... О-о-о! Это интересно! Да нет, нет, нет. Коля, ну присядь, да. Я тогда действительно сел, но они попросились. Вы неизвестно. Лен, мне вчера звонят. Значит, спросили ребята вот с этими рентгенами. И стали смотреть. Блямс, а там одни кирпичи. А внутри пустота. А Келлин говорит, дай мне источник. Что, я буду... Хорошо. Хорошо. Тогда я могу доходить. Коля, но я еще не дошел. Это какой-то конкретикой потери. Ты упомянул, что это не единичный факт. Нет. 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 Я говорю, да, конечно. Нет. Не зная, что... Коля, слушай, вообще говорят, садись. Вообще-то я рассказываю, а не ты. Вообще-то комментарии идут в отсутствии... Ну, хорошо. Ну, ты на себя перест... Идет в семинар. Ну, хорошо. Ну, рассказывай, давай. Рассказывай. Я не рассказываю. Я... На самом деле... Задаю тебе вопросы. Он, по-моему, пригунешь. Пригунешь. Пробую худо-бедно комментировать. Про двух неизвест... Про уравнение с двумя неизвестными. Мы уже договорились. Опять уравнение Власова напиши. Давай сюда, давай. Про двух неизвестных говорил ты. Так. Более конкретная информация о том, что цельные монолиты Петербурга – это фейк и нас надували. Есть разные... Подсовывают листок. Это даже большой. Коля, я не знаю самого главного фейка. Ну, он мне не дает слова, я к нему подойди. Вот, значит... Вот ему хочется вот... Поглядь. Хорошо. Тут я... Речь идет о пирамидах египетских. И это с этим напрямую связано. Знали, что... Ну, вот, хотя я буду со времен... Ну, Коля хочет поговорить. Что не все в порядке в датском королевстве. Но про Александрийский столб я что-то не помню, чтобы так даже втиху шушукались, что, мол, ребята, это не то. Был некий всплеск эмоций в связи с публикацией недавней, по-моему, давности, или трехлетней, нашего израильского друга, туда переехавший уже давно, который взял... Это кого? Это кого? Посмотри, у тебя есть... Я всех знаю. Я всех знаю. Берем и смотрим. Кто строил? Монферран. Погодите, какой Монферран? Ну, Франшуа. Половина документов, которые говорят, что строил Бетангур. Он приводит документы, упоминания о них и, так сказать, библиотечные номера, в отличие от тебя. И работа большая, хорошая, с юмором. Ну, конечно, там есть фотография человека, который держит отпечаток лапы белого медведя, и вот таких этот самый... Ой, забыл, Суханов. Таких оборол каждую зиму. Ну, то есть, о явной ерунде, которая писалась вроде такой же явной, как ты употреблял в обвине... Коль, ну можно так длинно не говорить? Да. Можно вам... Я буду коротко говорить, давай. Я все-таки закончу, посидите. Ну, Коль, давай, ну ты закончи свою, ты самая. Но эти самые спиральные леса... Точнее, леса нормальные. Да я-то расскажу сейчас. Да, это выглядело монументально. Хорошо, хорошо, хорошо. Государев заказ был на то, что у кого он... Ну, Коль, я в дом... Да, все. Мы говорим о Александрийском столбе, то это вполне понятно, потому что якобы верноподийнические чувства и никуда не отвертишься. Ну да. Как говорится, Ленин и Сталин и так далее. И главный портрет. А от чего появляются у нас наполеонки? Как он сюда затисался наполеонки? Мне лично непонятно. Хотя, по моим представлениям, это постройка в дотовку. Потому что не один этот столбик, а по всему миру эти столбики стоят. Там что, тоже металлур столбик? Ну, как успел. Почему мы приплетаем Наполеона? Забыли про этот столб Наполеонов. Почему его так называли? У меня есть какие-то версии. У Пушкина он только так называется. Но вот как-то вот любили Наполеона в Россию. Но чего-то знаю. Очень любили. Я перехожу к пирамидам. Иду. Спасибо.